Добрый день! Вы смотрите телеканал «Алмазный край» в студии Александр Шершуков. И сегодня поговорим об автозимнике. В каком состоянии сезонная дорога в этом году? Когда закроется? И чем сегодня заняты мирницкие дорожники? Расскажем об этом в ближайшие минуты вместе с нашим гостем Александром Кондратьевым, начальником мирницкого управления автодорог. Александр Андреевич, здравствуйте! Добрый день! Ну, я, наверное, начну с такого неожиданного вопроса. Вот практически каждый год от дорожников мы слышим, что зимник обустроен, соответствует нормам такой-то грузоподъемности. При этом время от времени от других водителей, обычно легкового транспорта, можно слышать такие отзывы, что зимник разбит, проехать невозможно. Вот в чем, на ваш взгляд, причины такого неоднозначного отзыва о дороге? В этом году зимник действительно очень сложно. Во-первых, его грузоподъемность и норма третья категория, грузоподъемность порядка 30 тонн, не более. Также, если говорить о грузообороте, это 50 тысяч тонн на весь сезон его эксплуатации. По пропускной способности 150 автомобилей в сутки приведенных. По факту, у нас стоят автоматизированные пункты контроля прохождения техники и в Тосюряхе, и в Верхнемарково. Загруженность зимника грузовым транспортом составляет, вот сейчас на данный период, максимальный пик, 1400 автомобилей в сутки. Это грузового транспорта, не приведенного. Если перевести на приведенный транспорт, то это уже соответствует движению интенсивности категории дороги третьей, круглогодичной дороги, а не автозимника третьей категории. Он эксплуатируется как зимник первой категории по параметрам. Но, конечно же, по финансированию, которое выделяется, оно соответствует третьей категории. Если говорить о финансах, ежемесячно на один километр выделяется всего 22 тысячи рублей, чтобы его содержать. Этих денег не хватает. Мы регулярно, начиная с прошлого года, занимаемся с заказчиком лица ФКУ Пардор-Вилюй о дополнительном финансировании данного автозимника. К сожалению, не всегда получается это сделать. Конечно же, пользователи дороги хотят, чтобы дорога была более качественная и лучшая. В этом году из-за интенсивности движения недропользователей в основном перевозки осуществляются. Мы проводили аналогию входа и выхода на автозимник техники. В основном перевозки, конечно, это верхнеченское месторождение. Весь транспорт идет грузовой, идет с цепями, выбивается колейность. Мы в этом году использовали максимально, так как позволила погода, дорожную технику в виде гридеров для срезки колейности. Та, которая выбивается из-за сверхнормативной нагрузки и из-за, еще раз повторюсь, движения автотранспорта с цепями. Ну, где-то получается, где-то не получается. Но сложности очень большие. По интенсивности я вам сказал, какая фактическая. По грузообороту. И если у нас план был 50 тысяч на этот зимник ставится по нормативу, то по факту сейчас выходит около 600-650 тысяч перевозчики перевозят по этому зимнику. Но это понятно, что, конечно же, требует других совсем затрат, других графиков работ. И сейчас рассматривается вариант того, чтобы в Росавтодоре как раз нас наконец-то услышали вместе с нашим заказчиком о пересмотре вообще подходов к работе данного зимника. В конце февраля было совещание в Иркутской области, так как основные недропользователи, основные нефтяные и газовые компании расположены в границах Иркутской области. И это зависит, конечно, от бюджета Иркутской области. Они инициировали совещание, где был рассмотрен вопрос об обращении в Минтранс России до выделения дополнительных средств, дополнительных объемов работ по содержанию зимника. Так как в любом случае мы все прекрасно понимаем, что строительство круглогодичной дороги, оно будет отложено. И когда оно начнется, пока ответить никто на этот вопрос не может. Но интенсивность движения растет из года в год. Поэтому то, что было 3-4 года назад, когда мы заключали долгосрочный пятилетний контракт, оно сейчас уже фактически не соответствует года два подряд. Потому что грузоподъемность и грузоперевозки на этом зимнике совсем другие. Соответствуют другой высшей категории, чем третья. То есть, если упростить, на бумаге это одна дорога, по факту это совершенно другие нагрузки? По факту, конечно, совершенно другие нагрузки. Представьте, например, у нас круглогодичная дорога от Кленска до города Мирного, интенсивность движения, получается, где-то около 200 автомобилей грузовых в сутки. Грузовых. Там 1400. Это порядка 58 грузовых автомобилей в час проходит. Вот, конечно, после такой техники, что останется от полотна дороги? Здесь, если говорить об обоснованности, ну, уж у строительства пока речь, наверное, не идет. А задуматься о том, что действительно нужна круглогодичная трасса. Потому что были мнения в республике, что хватает зимника, круглогодичная дорога ни к чему. Здесь можно говорить, что нагрузки на круглогодичную дорогу хватит. Ну, конечно, даже видно, что по интенсивности она соответствует совсем другим категориям. Поэтому круглогодичная дорога в любом случае нужна. И в основном по этому вопросу бьют в набат недропользователи, сейчас говорю, Иркутской области. Потому что это бюджет области, где развитие инфраструктуры, развитие месторождений, это дополнительное влияние к ним. В общем, бюджетных средств доходная часть увеличивается в связи с тем, что там будет добыча газа и нефти тоже развиваться, увеличиваться. Ну, и для этого, конечно, для развития инфраструктуры должны быть какие-то подходные пути, подъезды, нормальная интенсивность, доставка грузов. Чтобы графики все соблюдались и все эти вещи прогнозировались в дальнейшем. Поэтому говорю еще раз, Иркутская область подняла первый вопрос, чтобы выйти на правительство России именно с таким обращением. Что с инфраструктурой на трассе? Ваше управление, если не ошибаюсь, два года назад начинало модернизацию пикетов на Зимники. Удалось ли завершить программу? Сейчас полностью завершена модернизация из пяти пикетов четырех. Это пикет двух, то есть, извиняюсь, это пикет Ужман и пикет Чона, они полностью переоборудованы. Это и вагоны модернизированные, были закуплены ангар-палатки и автоматизированные контейнерные автозаправочные станции, которые сейчас осуществляется заправка через них. И через спутник передаются данные о расходе топлива, о движении вообще топлива на этих пикетах. В плане сейчас установка двух ангар-палаток на пикете 240 и пикете 150. Но, к сожалению, из-за того, что подрядчики в прошлом году, мы проводили тендер, подрядчики потенциальные, которые выходили и видели наши техзадания на получение вагонов, на закупку вагонов, сборку, закупку, подготовку, к сожалению, они не соответствовали тем требованиям, которые у нас мы выставляли на оборудование, которое мы хотим закупить. Поэтому пришлось скорректировать из-за того, что не было нормальных поставщиков. Было принято решение замысполнительного директора сезонным условным тольчим, что лучше купить качественное, лучше подождать, купить нормальное оборудование, чем сейчас бросаться в горячки, покупать все подряд, чтобы потом возникали какие-то вопросы и использование его было не телесообразным. Сейчас из-за таких передвижных вагончиков Муат целые поселки строит, даже по нашим репортажам видно, где идет строительство дороги, там эти вагончики на верхнем Уни, на зимнике на том же. Есть ли первые отзывы уже рабочих, водителей, я так понимаю, потому что используются они и теми, и теми, для отдыха? Отзывы, конечно, хорошие. Во-первых, это все новое оборудование, тепло, светло, качественно можно отдыхать, подключается все к электроэнергии, нет никаких отдельных звуков, либо каких-то шумов, когда человек либо спит в машине, отдыхает, либо в вагоне. У нас вахта организована на строительстве дороги на верхнюю Муну, полностью все локально создан строительный участок, где начиная от бани, которая работает и топится круглосуточно, заканчивая столовыми, приготовлением пищи, модулями для проведения каких-то совещаний, еще каких-то видов работ, проживания, лаборатория мобильная организована у нас, тоже в виде вагона. Все это комплексно сделано, подключено к электричеству и все работает. И условия, конечно, не такие, как раньше были, чтобы вагоны людей загоняли в какие-то непонятные бараки. Совсем сейчас по-другому, все гораздо современнее происходит. Людям нравится, люди это оценили. И теперь мы в прошлом году получили, это крайне были, мобильные вагоны как раз по программе улучшения санитарно-бытовых условий на производстве. И как раз по всем участкам своим производственным мы такие вагоны раздали. И в них наши люди живут, где работают в отрыве от дома. Вот, кстати, раз уж на эту тему заговорили, по бытовым условиям был в Муаде такой больной вопрос как раз-таки обеспечении кадрами таких поселков, таких передвижных пунктов. В этом году стоит ли этот вопрос? Вообще обеспечение кадрами стоит вопрос очень серьезный, потому что у нас очень большая текучесть из-за того, что у нас вахтовый метод работает, принцип вахтового метода, мы работаем по строительству дороги на Верхнюю Мону. Также у нас не хватает механизаторов, машинистов-погрузчиков, именно специализированных, хороших людей, которые могут прийти, сесть за рычаги современной техники и выполнять работу с той производительностью, которая техника заявлена. Это возникает вопрос. Мы столкнулись с проблемой какой еще в этом году? Тоже при строительстве дороги на Муну нехватка специалистов для геодезического обеспечения. С геодезией очень большие вопросы. То есть это подготовка инженерно-технических работников. Качество подготовки специалистов, которые организовывают самопроизводство, это производители работ, мастера, то есть линейная служба тоже оставляет желать лучшего. Приходится тех людей, которые приходят к нам работать, заново практически обучать. Не говорить о том, что забудьте, как раньше говорили на производстве, забудьте о том, что вас учили в институте. А здесь производство, совсем все действует по-другому. Наоборот, приходится обучать тому, что дополнять базой то, что должны были давать в институте. Чтобы закрыть вопрос о зимнике, предлагаю озвучить сроки закрытия. Когда он закроется, когда будет перекрыт доступ транспорта? 1 апреля официальный срок закрытия действия автозимника. Мы заканчиваем осуществление содержания зимника. Выходит наша техника, которая работает на нем. Мы ее выводим по своим местам дислокации постоянным. Но закрытие какого-то физического, к сожалению, пока на прошлой неделе мы были на совещании в Якутске, к сожалению, нет возможности поставить какие-то стационарные посты. Все это связано с юридическими всеми вопросами. Нужен пост стационарный, должны быть сотрудники ГИБДД, транспортные инспекции. Что-то перекрывать, пересыпать, конечно же, это производиться не будет. Потому что, не дай бог, люди, которые остались на зимнике, либо не попали, или еще какие-то мероприятия будут оставаться на зимнике, придется вызывать МЧС, для того, чтобы их оттуда забирать, эвакуировать, вывозить. То есть это сложности будут возникать. Поэтому именно какой-то правовой базы для этого нет. Мы работали с заказчиком в том плане и предлагали, когда были на совещании в Якутске, о том, чтобы с обеих сторон какие-то мобильные посты поставить. Но что в интересах сохранность зимника, это в интересах, конечно же, госорганов, чтобы лучше было качество. Чем хуже будет сейчас продолжаться ситуация с движением после закрытия, вот теперь это нарезка колейности, которую я представлял в фотографии и видеозаписи. При пробивке автозимника все видели, что происходит до того, как мы устраиваем автозимник. И что, конечно, после, когда по нему движется уже транспорт 60, 70, 80 тонн, это разные вещи. Там и промоины большие, и провалы, и колейность. То есть, по сути, транспорт уже не по грязи, не по зиме. Да, да, да. Именно вот нарезается, в летний период все это размывается. То есть, за полтора месяца зимнего периода до открытия, в декабре месяца мы должны открыть, с 10 по 15 декабря открытие, из-за вот такого движения несанкционированного. Также внутри недропользователей передвигаются по маршруту автозимника, потому что мы их там проконтролировать просто физически не можем, получаем постфактум уже результат тот, который есть. И из-за этого мы просили, чтобы установили какие-то мобильные посты, поработали 3-4 дня, чтобы у людей, которые перевозят груза, занимаются логистикой, уже было в голове понимание, что действительно попадать на данные зимники нельзя, нет возможности проехать, просто их развернут обратно и не пустят на маршрут этого движения. Ну, к сожалению, нас пока в этом вопросе не слышат. Может, дальше изменится что-то, но пока нет. И получается, опять зимой мы возвращаемся к тому, как в декабре закопать яму с человеческий рост, или колею с человеческий рост, получается. Да, получается так, да. Если говорить о другом объекте, на котором работает Муат сегодня, это дорога на Верхнюю Муну или проезд технологический, как правильно, кстати, здесь будет? Временный технологический проезд. Как сегодня продвигаются работы? На данный момент объем работ составляет порядка 2 млн 618 тыс. метров кубических отсыпки. Мы сейчас покрываем дорогу третьими-четвертыми слоями. У нас есть график, по которому мы должны выйти на определенных участках строительства, довести ее до проектных отметок в земляное полотно. И есть участки, которые у нас в летний период мы еще будем досыпать, доводить до проекта. Связаны там с различными организационными мероприятиями, которые проводились в прошлом году. Были у нас вопросы по реализации этого проекта. А так, в принципе, те планы, которые мы наметили, мы стараемся в эти планы, в графики войти. Не так давно в Удачинском блоке устроили такой тестовый проезд автопоезда, груженного по данному проезду. Говорят, были и специалисты Миринского управления автодорог. Какие сегодня первоначальные выводы о состоянии трассы, проезда? И что первоочередную задачу себе ставите? Стабильный проезд автотранспорта при строительстве временно-технологического проезда будет очень сложно. Потому что ведется стройка, стройка работает с захватками, строители не предусматривают работу, не выполняют свою работу так, чтобы с учетом движения автотранспорта тяжеловесного можно было организовать бесперебойно. Поэтому попробовали, посмотрели. Действительно, сложность не получается организовать сейчас, на данный момент, переезд. Запланированы перенесенные сроки движения транспорта на другой период. Мы анонсировали о технологиях производственной дороги, анонсировали то, что строительство идет с применением геополотна. Насколько оправдывает себя такой метод строительства? Это для нас очень инновационная, можно сказать так, сама технология, инновационное строительство. Геотекстиль, который используется под земляное полотно, он служит не теплоизолирующим слоем, как многие считают, а именно разграничение границ естественного земляной поверхности и насыпного грунта, который устраивается в насыпь. Поэтому для того, чтобы не было консолидации, провалов, он как бы начинает подвисать. Не дает геотекстиль провалиться грунту при оттайке земляного полотна. То есть в первый сезон, когда требуется как раз деятельный слой, идет максимальная оттайка. Дальше, когда насыпь замерзает, он уже работает нормально, уже как бы отделяет, распределяет между двумя разными слоями грунтов. Мы же используем грунт известняковый, а у нас, получается, отсыпка идет на мухорастительный слой, на существующую черную землю. Насколько добавляют вообще сложности? Ну, не знаю, если сравнивать, насколько тяжело пробивать трассу через тайгу глухую, где не подготовлен ни грунт? Я знаю, проблемы еще с тем же отсыпочным материалом есть. Мы столкнулись с этой проблемой, да, сейчас занимаемся селективным отбором материала в каждом карьере. Это затратно, не только по финансам, но еще и, конечно же, трудозатратно, потому что сроки минимальные строительства. У нас, получается, мы должны за почти два года построить технологический проезд с земляным полотном. И еще у нас порядка девяти месяцев дается на отсыпку дорожная одежда. Это 151 километра, это большая протяженность. С материалом столкнулись с сложностями, да, но сейчас вот эти все вопросы решаем для того, чтобы, конечно, качество было гораздо лучше. Исущая способность. Сыпать можно всем что угодно дорогу, но сами нагрузки, те, которые возникают подвижные от автотранспорта, большая грузоподъемность, там, свыше, по-моему, 80-90 тонн, конечно, нужна конструкция та, которая выдержит это. И для этого требуется более прочный материал. Столкнулись с этой проблемой, но сейчас вот решаем, пересматриваем все эти вещи. А идет здесь какой-то контакт в плане обмена опытом, я не знаю, с дорожниками, возможно, республиканскими, чтобы посмотреть, применять этот опыт уже на строительстве обычных дорог, гражданских, скажем так. Перед строительством дороги на Верхнюю Мону мы с представителями института ездили делиться опытом на строительство федеральной дороги на Дымс-Алихарт в Ямал-Нинском автономном округе. Как раз там точно в таких же условиях идет на вечной мерзлоте стройка в лесотундре, так называемой. У них тундра, конечно, а у нас, получается, участки лесотундры. И вот некоторые вещи, которые мы сейчас используем при строительстве, мы как раз переняли у них. То есть у нас сначала планировалась одна технология устройства дорожной одежды. После посещения данного объекта и посоветовавшись с специалистами, которые ведут строительство и проектировали, мы пересмотрели именно на другую технологию использования смеси фракционного щебня, а не метод заклинки, как планировалось до этого. Поэтому вот эти корректировки были внесены. Также постоянно мы делимся и опытом, и задаем вопросы, нам подсказывают. Федеральное дорожное управление Вилюй, у них очень сильные дорожники по искусственным сооружениям. Они и мосты строят, у них мостостроительное направление хорошее. И по водопропускным трубам. Как раз мы тоже там сталкивались с проблемами, которые они подсказали, как можно решить. И мы сейчас с институтом Якут-Небр-Алмас как раз эти все вопросы, все эти технические решения сейчас используем на строительстве этой дороги. Что по финансированию этой дороги? Есть ли проблемы или здесь, собственно говоря, не испытывают дорожники проблемы? Здесь проблем никаких нет. Вообще, если говорить о работе МУАД, впереди лето, это для дорожников такая горячая пора. Не только на дальних направлениях. Какие планы и перспективные задачи у управления? Основные, конечно, это содержание в летний период. Сейчас у нас вопрос, повторюсь, мы были в Якутске на прошлой неделе и поднимали в Минтрансе при Министре транспорта Винокурове вопрос о том, чтобы выделяли средства на ремонт дороги Аннабар. Мы планируем, что все-таки деньги выделят, дефектные ведомости подготовили. То есть нужно будет выполнить эти работы. Второе, по дороге от сворота на Тасюрях до самого Тасюряха порядка 60 километров федеральная дорога Вилюй планирует выполнить ремонт. Это улучшит транспортно-эксплуатационные показатели этого участка. Потому что регулярно в летний период после прохождения дождей из-за отсутствия дорожной одежды и основания дорога превращалась, конечно, как в бомбежку после войны, особенно когда по проезду тяжеловесных транспортов. Потому что там глима и глина, покрытия нет и никакой несущей способности не было. Сейчас 60 километров в этом году будут выполняться работы, 20 из которых мы будем собственными силами делать. Попадают ли под вашу USDX мостовые переправы по дороге в удачный Вайхал? Да, попадают. Но, к сожалению, ремонт этих мостов запланирован. Начало ремонта на 2018 год управления дорог Республики. Сейчас они заканчивают экспертизы государственные на проекты. И в 2018 году планируется выделение средств на ремонты. Это переход через вилюй покрытия моста. Использовалось резиновое покрытие. Оно показало себя не лучшим образом. Это будет переделка на железобетонные плиты дорожные, которые будут монтироваться на саму проезжую часть. Также ремонт очень проблемного моста, где в течение двух лет действует объезд от моста Аргахтах между Айгулдахом и Маркокой. Ну и мостовые переходы, те, которые действительно требуют первоначального ремонта. Это Нюя мост, 24 километр автодороги Ленск-Мирный. В этом году нам обещают, что к нему специализированные уже крупные компании должны приступить к ремонту, так как экспертиза пройдена на этот проект и должны быть выполнены, приступить к работе. Не один год, это несколько лет будет строительство моста, потому что большой по протяженности. И, конечно, проблема в сезонности. Можно организовать из-за ширины реки только в зимний период объезд ледовой переправы. То есть, опять же, мы возвращаемся к проблеме, когда весной и осенью удачная хал автомобильная дорога будет практически отрезана. Нет, в этом году нет. В прошлом году же была ситуация какова. Потому что подрядчики у республиканской дороги Аннабар не успели своевременно сделать ремонт моста, ввести в эксплуатацию через реку Айгулдах. В этом году они закончили в осенний период. Мост действует, работает, поэтому никаких вопросов не возникает. Есть в период паводка действия двух объездов, это, вот я сказал, Айгулдахтаха, и моста через реку Диарень, но там никаких вопросов в пропуске не будет. Весна в подразделениях Алроса – это время собрания хозяйственного актива, это обсуждение проблем предприятия. В Минске управление дорог, какой вопрос, наверное, наболевший у коллектива, и как он будет решаться? У коллектива такие же житейские, производственные вопросы практически, как у всех. Когда мы проводили хозактив, мы, согласно протоколу, всех выслушали, на что могли ответить, сразу вопросы сняли. Какие вопросы требуют финансовых вложений, временных затрат. Были включены в программу реализации вопросов, поднятых коллективом на хозяйственном активе предприятия. Были услышаны вопросы также и акционера компании, представители у нас. Наш куратор нашей деятельности, замсполнительного директора Сезонов, Руслан Анатольевич, ответил на вопросы, которые были заданы, и дал информацию о действии компании. В основном вопросы житейские, там отремонтировать, там подделать какие-то вещи, касающиеся заработной платы, еще что-то. Это все вопросы, которые можно решить практически. А есть что-то, что удалось решить? В этом году окончательно поставлена точка, что-то наболевшее, давно избавились. Как можно рассматривать достижение? У нас основной, конечно, вопрос был, это все-таки определение с финансированием. Мы в декабре месяце совместно с руководством управления компании закончили работу по переходу и определению объемов работ по дороге Аннабар. То есть сейчас финансирование будет полностью со стороны республики по объемному показателю. Они были скорректированы, поняли, что действительно требуются объемы, те, которые несет затраты компания дополнительные, что это требуется для содержания дороги, такой, как бы, дороги, которой в республике нет. Это дорога Аннабар. Во-первых, она действует, очень интенсивное движение по нему, проезд интенсивный, ну и, конечно же, грузоподъемность и грузооборот не соответствуют другим дорогам. То есть там грузонапряженность совсем другая, как здесь, потому что здесь в основном это перевозки для автоматодобычи, для других каких-то месторождений. Это все загружена дорога. Основная, конечно, загрузка дороги у нас это Ленск, 24 километра, где сворот на ВСТО, где на Чиндинском месторождении уход. Где подключаются газовики. Да, там, конечно, интенсивность и пользование дороги совсем другое. Поэтому вот именно вот это вот в этом году переход на финансирование республики, это вот одно из достижений, которое мы для себя ставили целью проработать вопрос. То есть это снижение убытка компаний от деятельности, от содержания дороги Аннабар. Вот сейчас, по крайней мере, пообещали, что в апреле будут торги, и в мае уже, возможно, будут заключены контракты на дополнительное финансирование по содержанию уже полностью за счет средств республики. Ну что ж, я желаю вам удачи в работе. Телезрителям напомню, что на наш вопрос отвечал Александр Кондратьев, начальник Минецкого управления автодорог компании «Алроса». Оставайтесь с нами на телеканале «Алмазный край» и всего вам доброго.